Так, уважаемые товарищи, всех стоящих прошу сесть, всех разговаривающих прошу выйти. Благодарю вас. Значит, тема философа и состояние современной науки. Там видно что-нибудь? Ну, перед этим я хочу сделать следующее небольшое объявление. Я привез сюда аннотации, вот они лежат, их осталось уже немного. Желающим здесь 22 книги, они все размещены, эти книги в виде оригинал-макетов вот на этих дисках, которые тоже осталось очень мало. Значит, ну вот они лежат, кто хочет посмотреть, так сказать, коннотации, может взять и положить потом обратно, если не берет диск. Если берет дикт, то берет и аннотация. Вот это у меня все, в качестве предварительного. Философия. Ну, где-то было сказано, наверное, правильно, что философия переводится от слова Фила и София, то есть любовь к мудрости. И история наша и наше сегодняшнее знание запомнили тех философов, которые вносили мудрость. Это было до сих пор, пока наши философы системно не стали рассматривать, и вместо изложения мудрости они начали заниматься археологией философии. Они все нам рассказывают, и не только у нас, и во всем мире. Они нам рассказывают не свою мудрость, которую они тут нашли. Они рассказывают то, что древние говорили. Понимаете, вот Платон сказал, вот Аристосис сказал, значит, этот самый Кант сказал, Гегель сказал. Ну, а вы что скажете? А я уже кончил. Я ничего не выдумываю. Вот доклад, который был здесь вчера или позавчера, он точно иллюстрирует вот это положение. Понимаете, между прочим, некий философ сказал. В общем, он сказал следующее, что прежде чем решать частные вопросы, нужно решить общие. Потому что иначе вы бессознательно для себя будете натыкаться на эти общие вопросы в каждом частном случае, обрекая свою политику на худшие шатания и беспринципность. Кто бы это мог сказать? Это сказал Владимир Ильич Ильич. Да, и я в своей деятельности по комплексированию бортового авиационного оборудования прямо столкнулся с этим делом. Потому что пилотаж навигационного оборудования самолетов – это такое дело, что восторомеры делаются в Каменском-Уральске, восторомеры боэнергетических делаются в Москве, инерциальные системы делаются там в одном институте, значит, это самое георевертикали делаются в Раменском и так далее. Каждый из них самый главный. Каждый делает так, как удобно ему. А в результате, когда приходит на самолет состыковать это дело невозможно. Ну, так получилось, что все это дело было поручено мне. У меня характер мягкий, нежный, и поэтому все очень быстро поняли, что это надо делать по-другому. А как это делать надо было найти. Поэтому мы провели, во-первых, информационный анализ всех параметров, которые как меняются. Воспользовались Шеноном, его понятием единиц информации. А у нас же идет сельский институт ЛИИ, поэтому там у нас самолет в море. Значит, посмотрели, кто как летает и какой объем информации содержится в параметре, чего делать никто не умеет до сих пор. Понимаете, хотя это делаться нетрудно. После чего измерили все провода. Поскольку мы все-таки головники были, то проводов у нас было всяких немерено. Мне это притащили даже кабель самолета корейского почему-то, который был сбит на Петрозаводске. Он оказался лучше других. Я ввел понятие пропускной способности кабеля, чего даже не было. Допустив волновые искажения в пределах определенных, чтобы самолетчикам не пришлось потом возиться с сопротивлением по настройке кабелей. И в результате оказалось очень интересно, что если всю пилота навигационную информацию тяжелого самолета свалить в одну кучу... А тут очень помог товарищ Маркс. Он обратил внимание на то, что есть формула товар-деньги-товар, а есть формула наоборот. Деньги-товар-деньги. И обратил внимание на то, что товары складывать нельзя. Вы не можете корову сложить со спичьим коровком, а информацию можно. То есть деньги можно складывать, а вот товар нельзя. Аналогичная штука оказалась здесь. Сигналы мы складывать не можем, потому что эти сигналы разные. Есть вольт, есть временной промежуток, есть много чего, частоты. А информацию можно. И выяснилось следующее интересное обстоятельство. Что если всю информацию самого можно перерезервированного пилотажного комплекса посчитать, то для тяжелого самолета это 800 000 бит в секунду, не байт, а бит в секунду. А для легкого самолета 400 бит в секунду. Пропускная способность с учетом допустимых волновых искажений любого провода, значит, бифилярного, если, то составляет порядка 57 мегабит на метр, а на 10 метров это будет 5 мегабит. А это вообще предельная длина на тяжелом самолете. А на легком самолете 3 метра. Понимаете? Значит, мы имеем в самом плохом случае 5 мегабит информации на секунду на самолете, а нужно нам не более одного килобита. А мы передаем параллельные коды, мы имеем аналоговую информацию и прочее, прочее, прочее. А я был в головном институте авиапрома. И поэтому со всей скромностью мне присущей зреленности, значит, запретил категорически использование параллельных кодов, чем сознательно сразу число проводов в 20 раз. Выдержал несколько крупных скандалов. Понимаете? Угроза в мой адрес. Я поверил в такие вопросы. Ну, хорошо, давайте перенесем этот вопрос в ваше министерство. Нас поправят. После чего все соглашаются с США. В 1973 году был выпущен соответствующий ГОСТ. 18-1977-73. Он был перевыбущен на 79-й год. Значит, действует до сих пор без ограничения. Американцы передали у нас это дело. И теперь это называется во всем мире Айн-429. И вся пилотажно-навигационная группа на всех самолетах работает по этим документам. Для того, чтобы это можно было сделать, пришлось перетрясти. Значит, пришлось перетрясти основы, значит, теоретических основ электротехники. Понимаете? Пришлось перетрясти уравнения Максвелла. Потому что эти уравнения были написаны в 1873 году в Тратасе. Значит, они содержат массу несообразностей и парадоксов. Массу. Ну, понимаете-то историю. Трогать их нельзя. Точно так же, как нельзя трогать теоретных электротехники. Вас, как только заикнётесь на эту тему, вас сожрут уже не физики, а электрики. Потому что им всё ясно. Точно так же, как биологам, совершенно ясно, что углерод получается из воздуха. Потому что там целых 0,01% содержится. Ну, в России, правда, 13%. Но говорить именно эту тему бесполезно. Понимаете? Вас искупелят на английском. То есть, по всем областям созданы свои стереотипы. Они держатся очень устойчиво. И, так сказать, профессионалы думают, что всё так оно и должно быть навеки. Приходят новые люди, сталкиваются со всеми этими самыми неудачами. Понимаете? Парадоксами там и так далее. Которым надо что-то делать. А им это дело запрещено. Понимаете? В конце концов, постановление Академии наук 1964 года касалось только физики. Но, на самом деле, это повсеместно, везде, всюду и аминь. Вот такие дела. Пришлось... В чём дело? Значит, нет в электротехнике, можете проверить. Понятие взаимоиндукции проводов. Вот у меня лежит жгут. Вот такой. В нём сотни проводов. Они все между собой, так сказать, мешают друг другу взаимодействовать. Там же и энергетические провода, в которых импульсы вскакивают до 600 вольт. Вот. Значит, я не могу поставить эталонную помеху. Не могу найти защиты, потому что понятие взаимоиндукции проводников в электротехии отсутствует. Есть взаимоиндукция контуров. Закон Франея там понимает. Ну, много чего. Ну вот. А, значит, все же самые уровни и Максвелла. Но взаимоиндукции проводников нету. Поэтому была... Это непростая задача оказалась, но она была решена. Мы перемерили взаимоиндукцию всех проводов, которые, так сказать, случились у нас в наших опытных мастерских. Понимаете? Значит, все эти самые данные опубликовались еще в 1976 году. Значит, книги, значит, построение систем связи и комплексов оборудования летательных аппаратов. Ну, их осталась у меня одна штука, которую я никому не даю. Вот. Значит, и, короче говоря, мы эту проблему решили. В результате мы нашли, поняли, что магнитную составляющую мы экранировать не можем. Для этого надо таскать, значит, водопроводные трубы. Ну, так сказать, а самолет, так сказать, предназначен не для того, чтобы водопроводную трубу возить. Но мы нашли простой способ взаимокомпенсации. Когда и передача информации, и прием информации осуществляется дифференциально. Электродинамическая наводка элементарно, значит, этим самым экраном уничтожается, если затем лететь его с двух сторон. А магнитную даже и пытаться не надо. Надо просто дифференциально подать сюда сигнал и дифференциально его снять. И, значит, хотя мы в гости написали, что мы, значит, 15 вольт, так сказать, допускаем. Не выше 15 вольт. На самом деле мы 150 вольт, так сказать, не чувствуем наводку. Это при 5 вольтом сигнале. Мы не чувствуем ее совершенно. И за 40 лет существования всего этого дела сначала мы следили, потом плюнули. Значит, не следим. Но мы знаем, что не произошло в мире ни одного сбоя. Что передать через наши связи вирус из одного компьютера в другой невозможно принципиально. И, так сказать, это сейчас становится одним из моментов. И таким образом эфир и динамика, которая дала нам решение взаиминдукции проводников, так сказать, работает на всех самолетах. Ну, как один взгляд. Вот. Значит, вот наши уважаемые, значит, философы. Ну, значит, дали нам некоторое положение методики. Это что здесь такое? Это лишнее. Значит, основные положения. Да. Известно, что основной вопрос философии, это вопрос такой. Что первичное? Материя или сознание? Материалисты считают, что материя первичная. Идиалисты считают, что сознание первичное. Я бы сказал, что такое замечательное положение можно было бы выразить как-нибудь попроще. Потому что никто не понимает, с чего им вообще говорят. Понимаете? Значит, что вот материя, сознание, как-то вообще в жизни это что бывает. Бывает это очень просто. Материалист изучает природу, как она есть. Он сталкивается с массой вопросов, которые он не понимает. Он сталкивается с тем, что, значит, ему это нравится, а вот это не нравится. Но это природа, это святое, это то, что есть на самом деле. А у материя есть своя теория, в которой это не учащено, это не учащено, а про это он вообще забыл. Что ему делать? Материалист говорит, ай-яй-яй-яй, какая у меня хорошая теория, а надо ее доработать. Он учитывает факты, которые просекают из природы и дорабатывает свою теорию. Что делает интелист? Интерес говорит, вы знаете что, если есть факты, то тем хуже для фактов. Значит, вот я придумал теорию, в ней все встроено, где я делаю обычно. Она базируется на таких-то постулатах. Всем рекомендую посмотреть в энциклопедии, что такое постулат. Это то, что мы требуем без доказательств. Требуем и все, там так написано. Он базируется на постулатах, на аксиомах, аксиоматический метод. И, так сказать, когда появляются факты, не соответствующие его теории, он их отбрасывает. И теория его пошла. Теория относительности. Теория Шипова. Теория этого самого Лагунова. И так далее, и так далее. Понимаете-ка, Петрушка? Значит, получается, что вот это и есть сознание впереди материи. То есть, он придумывает чего-то. Я даже где-то написал, что отражает постулат. Отражает постулат, так сказать, некоторые физические моменты. Или природу автора постулата. Утверждаю, что, значит, постулат отражает природу автора постулата. Понимаете? И тогда начинается сортировка фактов. Что подходит под это дело? Ну, вот видите подтверждение. Что не подходит, игнорируется. Такое положение было с эфирным ветром, который оболган и сделан совершенно, так сказать, не так, как на самом деле было. Потому что мы подняли все материалы основные. По разным библиотекам нашли. В том числе в Ленинграде в академической библиотеке. Основной материал хранился. Хранился. Ну, сейчас хранится. В научной библиотеке МГУ. Только не наверху, а на Маховой улице. Около факультета журналистики. Мы все нашли, мы все перевели и все издали. У меня остался один экземпляр, который я не даю. Но, поскольку это уже касается не одной книги, вот здесь все есть. Первичный материал в виде оригинал-макетов, с которых можно печатать книги. Вот все книги, которые были напечатаны по эфиродинамике и вот по философии еще в угоду, они все напечатаны вот с этих оригинал-макетов. Ну, поэтому, значит, кому это надо, значит, может поинтересоваться. Кому не надо, но не надо. Вот. Ну, и далее получается так. Так, поедем дальше. Ну, вот здесь это самое. Да, ну, вот, смотрите. Медвеевич, пустое пространство не может быть ареной каким бы то ни было явлением. Ну, и что получается? Вот у вас есть две планеты. Они тянутся друг к другу. Ньютон, с легкой руки Ньютона, было введено понятие «activo in distance», что означает действие на расстоянии. А я прекрасно помню, как математик Амос, который преподавал нам в политехе, значит, математику, он говорил так. Вот есть закон. Ну, зачем нам надо знать, почему он-то, откуда? Ну, мы все равно этого знать не будем. Понимаете? Ну, не нужно нам это делать. Понимаете? Ну, зачем нам знать, какие корни у яблоков, у яблони? Если висят яблоки, достаточно их съесть. Или еще говорят, повар, нам не надо знать как повар, это сам обед. Достаточно, чтобы он был вкусный и все такое. Понимаете? Чисто потребительский подход. Вот, значит… Это идеализм или материализм? Не мешайте. Просто это приводится как пример идеализма или материализма. Вы знаете что? Я, конечно, вас очень уважаю, но когда я на трибуне, я отвечать ни на себе вопроса не буду. Следите. Пожалуйста. И не повторяйтесь. Значит, вот теперь смотрите. Значит, идеализм предполагает. Что нам среду не нужно, а вот они взаимодействуют, ну, это достаточно. Он идеализирует под себя. Материалист говорит, нет, ребята, пустое пространство не может быть арены каких бы то ни было здесь. Если сигнал отсюда вышел, это еще Макс обречал, не мать. Отсюда пришел, но не сразу. Это значит, что он находится в промежуе среде, который несет энергию. Информация без энергии невозможна. Нужен сигнал. Сигнал всегда, значит, имеет энергию. Энергию. Поэтому процесс рассматривается так. Отсюда сюда. Отсюда сюда. И тогда возникает вопрос. А как происходит взаимодействие вот этого тела вот с этой промежуточной средой, и как промежуточная среда передает эту энергию сюда. Этот вопрос никогда физикой не ставился. Никогда. Даже когда с эфиром носились. Понимаете? Ну, это совершенно очевидная постановка. И когда мы говорим о том, что есть эфир, и какими свойствами он там обладает и так далее, это совершенно необходимая постановка. И она была поставлена, и она была благополучным решением. Дальше. Так. Ну, от методологии. Значит, исходными для всех материалистических теорий являются всеобщие физические варианты. Ну, этому надоумил Эйнштейн как раз. А где фломастер? А чёрный где? Разница очень большая. Чёрный видно, а этот нет. Ну, короче говоря, так. Вот материя. Видно, да? Материя, пространство, space, и время тайм. Ну, вот вчера я рассказывал, или тут очень рассказывал, что в системе Си есть ещё ампер. Вот это всеобщее. Всё материальное. Вот это пространство. Всеобщее. Вот это время. Всеобщее. Существование материи в пространстве времени. Есть движение. Движение. Мы возвращаемся к формуле Энгельса, что нет ничего в мире, кроме движущейся материи. Энгельс сказал в диалекте природы. И это верно. А вот это лишнее. Почему? Она не всеобщая. И поэтому была поставлена задача перевести систему МКСА. Это система Си. Перевести эту систему в МСТ. Что и было сделано. И поэтому теперь любая электрическая величина приобретает конкретную форму механического движения. Значит, помогает это усвоить сущность этой величины физическую. А не то, что это просто коэффициент, как любят наши математики, чтобы слева и справа размерности были одни и те же. Потому что в системе Си вы имеете размерность, скажем, допустим, грамм в степени 1,2. Там сантиметр в степени 3,2. И возникает вопрос. Как из реального грамма извлечь корень квадратный? Вот здесь написано, что это надо извлекать. Это не имеет никакого физического смысла. Никакого. Или из кубического метра надо тоже извлечь корень квадратный. И поэтому, значит, математики успокоились на этом деле, привыкли и все такое. В системе Си ничего этого нет. Там только целая численная величина. Но она не довезена до ума. Потому что появилась здесь лишняя величина. А теперь, значит, это все сделано. И, так сказать, систему Си можно доработать. В системе Си совершенно неправильно сказано, что, значит, радиан – это безразмерная величина. Просто это грубейшая ошибка. Почему? Потому что вот у вас радиан. Это отношение дуги к отношению радиуса. Но они перпендикулярны. Они же перпендикулярны. И во многих случаях наплевать на это дело. Использовать можно. Но есть случаи, когда это использовать нельзя. Поэтому радиант должен писаться размер на сего, значит, как л альфа на л, то есть, не так, метр альфа на метр радиуса. Эти метры не сокращаются. Таких ошибок очень много. Но система Си на сегодняшний день лучшая из всех систем. С ней работает легко, удобно. Коэффициент для Си единицы. Сопрягать их отдельно не надо. Я всем студентам всегда говорил. Используйте Си. Но ее надо вести дома. Ее надо доделать. Там дело-то простое оказалось. Вот. Так. Значит, что у нас дальше? Да. Так вот. Тогда получается, что если вот эти величины инвариантны, то есть, они кривичны, то они не могут быть ни косыми, ни кривыми, ни дискретными. Они обладают таким свойством. Наличие во всех структур. Сохранение в привлевых преобразованиях. Беспредельная теременность. Адитивность. То есть, без промежутков. Линейность. Неограниченность. Отсутствие предпочтительного масштаба. Отсюда сразу вытекает. Что на всех уровнях организации материи. На всех уровнях организации материи. Иерархичны. Мы имеем одну и ту же физику. И это дало нам возможность. Когда эфир оказался газом. Оказался, а не придуман. По логике оказался. Это я сейчас покажу. То тогда мы можем использовать для его анализу. Наработанную на сегодня. Достаточно неплохо. Значит, эту самую газовую механику. Все ее законы. Что и было сделано. Что и позволило определить параметры эфира. В пространстве. В околоземном пространстве. Ну и много чего решить. Дальше. Время этого мало, конечно. Отсюда вытекает свой андаш мира. Неуничтожимость и несоздаваемость материи. Пространство, времени и движение. И вклинивать пространство. Равномерное течение времени. И все теории, которые покушаются на эти три момента. Не верны изначально. Понимаете? Я же говорю, что дело скромное. Всего-то на все. Что теория, значит, не верна. Потому что она подозревает искривление пространства. Ни специально, ни общее. Значит, не верна любая теория, связанная со временем. Козырь категорически не верна. У него есть разрыв между причиной и следствием. Разрыв. Материалин говорит, что разрывы быть не может. Другое дело, что переход через иерархию. Другое дело. А у него разрыв. И так далее, и так далее. Поэтому, значит, все теории, в какой-то степени материалистичные, но в большей части идеалистические. У меня предложение такое. Про теорию относительности вообще больше не вспоминать. У нас половина доклада здесь была присвящена теория относительности. Нет, он ее критикует. Там еще что-то такое, понимаете? А ее не надо вспоминать. Ее надо забыть как недоразумение. Потому что иначе вы подтягиваете ее под себя. Что это и есть предмет, достойный спора. А он не достойный спора. Забыть и похоронить. Я в Харькове, когда докладывал на физфаке, в университете меня пригласили. Меня просили не упоминать теорию относительности. Я молчал. Но сказал, чтобы не задавали вопросов. Там уже три часа протрачал на трибуне, и вдруг какой-то несмышленный, под самый конец задал вопрос. Как вы относитесь к теории относительности? Ну, я же честный человек. Я обещал, так сказать, вежливо себя вести. Я вежливо сказал закопать и ввести осиновый кул. Понимаете? Вся ауэджеттрель взорвалась. Нет предмета. Это нам подсунули для нашего оболвания. Понимаете? Не надо ее вспоминать. Не надо ее трогать. Спокойненько не надо воевать. Дальше. Дальше. Что тут еще? Беспредельная делимость материи, пространство, время и движение. Ну и так далее, и так далее. Сведение всех процессов, значит, к механике перемещения массы материи в пространстве. Это означает, что мы можем теперь моделировать любое явление. Любое явление. Мы снимаем ореол непознаваемости, о котором так любят кричать физики. Мы свели квантовую механику к обыкновенной физике. Это не так трудно оказалось. Там единственное пришло наложить условия неразрывности эфира. Больше ничего. Понимаете? И все страшные загадки современной физики, ну, основные хотя бы, разрешены. Когда появляются новые, значит, явления, которые мы не рассматривали, как это у меня случилось с тем, как работает трансформатор, над которым я пробился пять лет, пока наконец понял, как работает обыкновенный трансформатор. Понимаете? А таких вопросов было много. Значит, то это означает, что вот такое положение дает нам уверенность в том, что можно любое явление рассмотреть с позиции эфиродинамики. Иметь, значит, соответствующую модель. Ее можно рассчитать по правилам обычной газовой механики. Иногда это совсем просто. Ну, иногда приходится повозиться. Там, что теория пограничного слоя, которая неплохо описана в книге Шлиссинга. Теория пограничного слоя. Значит, она, так сказать, становится одним из главных моментов здесь. Ну, и так далее, и так далее. Значит, введение всех процессов. Значит, что там написано? Бесконечно. А, это я уже говорил. Да, и что размерность? Размерность приобретает качественно другой смысл. Размерность показывает физические процессы, которые есть вот в этой величине. Физику позволяет поднять модель. Позволяет численно все это дело размять, а не коэффициенты абстрактные, как написано у всех математиков. Ну, вот, по сравнению физических теорий. Критика современного состояния. Понимаете, теория не просто идеалистичная, а не лживая. Вот что самое главное. Ну, говорили бы хотя бы правду. Все, что сказано про эфирные вещи, все ложь. Ну, я знаю, почему вообще появилась, так сказать, эта задача. Это постарались американцы. Когда они привлекли профессора физики Майкельсона. На самом деле его фамилия Мехельсон. По-нашему, по-американски он звучит как Майкельсон. Он занимался измерением света. Потому что Америка, набирающая свои силы, как крупнейшая империалистическая держава, создала самый крупный флот в мире. Крупнее, чем в Англии. А там есть калибры большого... Главное орудие большого калибра. Там две башни стоят на носу, одна башня стоит в корме. Там по две-три штуки, да еще куча всяких там мелких пушек. Надо их все было выставить в единую систему отсчета. Как это делалось? В стиль выводился корабль в море. Вынимались, открывались затворы. И через дуло, через ствол, все наводились на Луну. Луна должна быть в это время полнолуной. Когда вот навели, все... Все получали единую систему. Но это было крайне неудобно. У вас должен быть стиль, у вас должна быть полная луна, у вас должна быть ночь. Ну и так далее. А тут Мейкельсон обнаружил, что весь эфир, он всепроникающий. Он абсолютно неподвижен. Понимаете, можно лежа на диване, покуривая свою морскую трубку, выставить все пушки, как говорится, не слезая с дивана. Ну вот. И тогда военно-морской флот его обеспечивал финансово, финансировал. Значит, его отправили в Потсдам, в самую лучшую по тем временам оптическую обсерваторию, которая имела у себя разветвленную систему мастерских. Потому что, когда говорится, что вот они налили туда ведро растучья. Ну что, Мейкельсон сам таскал ведро растучья? Да ему в жизнь не поднять его. Это же растучья. Там сделали кладку. Ну вот взяли так и сделали кладку, на которую взгармодили это само интерферами. Кто-то же все это делал, кто-то же все это таскал. Все это стоит денег. Нигде об этом не сказано. Так вот его финансировал военно-морской флот. И когда они потом пошли на гору Монт-Вилсон и так далее, все они допустили ошибки. Потому что они не знали свойства эфира. Эфир вовсе не всепроникающий. То есть он всепроникающий, ну как через дуршлаг. Вы можете в воду лезть, но она будет все время, так сказать, застревать. Это выяснилось, когда Майкельсон поставил свой фундаментальный дом, как богатый человек, в отличие от Миллера, у которого домик был фанерный. Так вот сразу у Майкельсона в двадцать девятом году уже в два раза уменьшились показания. Они были, но они уменьшились в два раза. Значит, а эти самые молодцы, Пикаре Сейель, Кеннеди и Эллингворг, сделали маленький интерферометр метровый, ну там со ступеньки такой оптической. Значит, законопатили его в железный ящик, заполнили гелием, что означает, что они законопатили его добросовестно. Не получили ничего и развенели на весь свет, что эфирные ветры нет. И вот эта инструментальная уже ошибка, базирующая на неправильном представлении об эфире, значит, перевела к тому, что на сто лет все естествознание перевернулись с ног на голову. Понимаете кошелка? Что значит это самое? Сейчас я сталкиваюсь с тем, что, значит, вы нашли, это самое, отклонение лазера на луча по действиям эфирных потоков. Не вставайте, ради Бога. Не вставайте, вы мне мешаете. Ну вот, значит, это самое. Я постараюсь уложиться. Ну вот, товарищ, есть определенные, так сказать, правила поведения взаимного. Вот, значит, то, это самое, у меня нахватали 15 примерно технических заданий, каждый хочет сделать такой прибор, потому что у него применение будет очень большое. Ну вот, значит, ну они все начали усовершенствовать, использовать элементную базу, которой у меня не было. Там, понимаете, использовались хорошие материалы, которых не было там и так далее. В результате делали уже несколько приборов, которые все очень хороши, выглядят блестяще. У них один недостаток, они не работают. Понимаете, конечно, так. Я говорю, что изобретать надо еще в детстве, так сказать, перевоспитывать. Ну вот, значит, дальше будет так. Это видно все, так что здесь не нужно. И вот теперь что у нас получилось в результате. Вот, пожалуйста, эфиродинамика. Значит, первый вопрос. А для чего нужна наука? Вообще для чего нужна? Вот здесь изображено общественное производство. Человеческое общество живет в природе. Ему нужны предметы потребления и услуги. Для этого нужны орудия производства, чтобы их сделать. Для этого нужны технологии. Для этого нужно естествознание, которое из природы выуживает, ну, эти самые, так сказать, закономерности, которые все это позволяют сделать. Если вы вместо того, чтобы изучать природу, начинаете фантазировать, тогда вы не получите предметов потребления. Ну, скажите, пожалуйста, какую технологию вы можете придумать из из искривленного пространства. Или из Козыревского, это самое, разрывы между причинами и следствия. Ну, какие будут у вас предметы потребления и услуги? Понимаете, какая штука? Значит, от науки требуется, чтобы помогла человечеству уживаться в природе, чтобы она обслуживала человека, и чтобы человеку было легче от того, что получили знания, и чтобы технологии появились, которые позволят все это делать. Здесь все это относится к производительным силам. Здесь есть еще производственные отношения, но о них в другом месте. А по крайней мере здесь. Значит, наука призвана для того, чтобы обслуживать человечество. Больше она не нужна ни для чего. Ну, в разных, так сказать, ипостасиях. В разных ошибках. И тогда сразу возникает вопрос о том, что можно использовать идеализм в таких случаях? Вот я выдумал постулат, построил хорошую систему. Можно. Теперь ты с созданием технологий. Не можешь, пошел вон. Только так. Понимаете, какая штука? Поэтому, значит, первое, я еще раз говорю, не надо теорию относительно муссолить, ни в каком виде. Забыть и все. Надо все время обращать внимание. Вот предложил человек теорию. Что из нее вытекает в плане предкладного? Ну, хотя бы в принципе. Вытекает? Вытекает. Молодец, иди докладывай. Ну, у тебя могут быть ошибки. Это никто не смотрит. Но если не высекает, пошел вон. Не о чем разговаривать. Вот. Так, дальше поехали. Ну, цели естествознания. Понимание устройства природы в целом и всех природных явлений в их взаимодействии. Понимание. Что такое понимание? Понимание, значит, вы лезете вглубь. Любое явление. Вы должны понять, как оно устроено внутри. Потому что явление, феномен, есть проявление вот этого механизма внутри. Эфир динамика это все делает. Задача естествознания изучать и обобщать объективно существующие законы природы. Не выдумывать их. Их надо найти. Изучать причинно-следственные соотношения явлений. И показать прогрессивные технологии. Задача естествознания сегодня. Провести ревизию всех имеющихся знаний и отделить реальность от вымыслов. Столько вымыслов нагородили, что не приведи Господь. Разработать материалистическую методологию теоретических экспериментных исследований. Поставить проблему изучению внутренних механизмовых явлений. Дальше. Вот физическая революция. Как развивалась? От природы в целом. Вглубь. Значит. Ну вот субстанция, вещество. Вглубь. Молекулы. Вглубь. Атом. Вглубь. Сейчас следующий шаг. Поэтому эфир динамика неизбежна. В ней можно находить частные определения и так далее. Но это мы стоим вот сейчас вот здесь. Значит. Накануне очередной физической революции. Эфир динамикой сейчас интересуются десятки тысяч людей только в России. Ну потихонечку все это дело перерастает и за рубеж. Но я с этим совершенно не тороплюсь. Это не интересно. А вот в России да. Вот. Мало того. Развитие науки дает новые технологии и приводит к новым общественно-экономическим формациям. Понимаете. Какая петрушка. Сейчас наука не востребована. Меня спрашивают. Так что. Может наукой не надо заниматься. Нет. Надо. Потому что мы готовим за дело на будущее. Готовим за дело. Иначе когда произойдет смена общественно-экономической формации. В данном случае криминального капитализма на социализм. Значит. Все это потребуется. Значит. Мы должны быть готовы к этому. Так дальше. Ну. Кризис физики возникает в результате исчерпания знаний об организации материи. Новые экспериментальные данные не могут быть объяснены на основе существующих теорий. Разрешение кризиса создания новых технологий возможно только на пути дальнейшего углубления в структуру. Сегодня это перевод от элементарных численностей исчезал к книгу. Значит. Ну. Я должен сказать, что на тему кризиса 19 столетия есть книга Ленина. Материализм и империя кризиса. Я единственный в России. Единственный. Кто написал книгу к столетию этой книги Ленина. Больше все наши философы поджали хвосты. Попрятались. Потому что понимаете. А что там им будет за это дело. То, что им не будет за это дело ничего. Они даже не додумались. Но книга к столетию. Книги, которая изучалась всеми в обязательном порядке. И эти же самые ребята дрались на шкуру. Если мы плохо сдавали экзамены. Понимаете. Вот я оказался один на свете. Который написал книгу материализм и релятивизм. К столетию выхода книги Ленина. Материализм и империя кризиса. Вот что такое наши философы. А вот эфиродинамики. А, что-то я тут сбил. Извините. Так, 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 так. Где тут эти самые... Так, очки там забыл. Иван Михайлович, помоги, пожалуйста. Да найти надо эти самые... Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Так, 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 так. Начало не так. Подожди, 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 подожди. Не уходите. Так, сейчас, 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 сейчас. Вот доклады, вот он. Нашел. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Ну вот понимаете-ка история. Произведенный анализ того, почему эфир раньше не мог появиться. В чем дело? Оказалось, дело очень простое. Значит, эфиру приписывали свойства, они не исследовались. Значит, эфиру не было газовой механики, не прошли этапы элементарных частиц. Все это дело к середине 20-го столетия уже было, но тут и появилось как раз вот это самое замечательное постановление нашей секции астрономии и математики, Академии наук СССР. Которая запретила этим заниматься, даже говорят, кого-то упрятали в разные места интересные. Понимаете-ка история? Это классовая борьба, вообще-то говоря. Поставлена цель одурачивания народа, не допущения его, так сказать, к науке, к серьезной. Но она и реализовывается по сей день. Ну вот. Недостатки теории и модели эфира. Все авторы рассматривали узкий круг вопросов, оторвали материю и вещества от материи эфира и идеализировали свойства эфира. Причины. Отсутствие данных по элементарным частицам, неправовозной газовой механики, исключение эфира из физических. Методология. Качественная представимость явлений. Современная физика считает, что этого нельзя делать. Обобщение явлений микро- и макромира. То же самое. Определение общих физических инвариентов. Это даже не ставится в этот вопрос. Основные следствия. Иерархическое строение материальных образований. Распространение законов макромира на микромира. А это дает большие возможности. Ну и наконец методология. Общий физический инвариент, я говорил. Вот такое дело. Определение свойств эфира. Откуда взять? Но, прежде всего, надо посмотреть вокруг. Вот здесь собраны свойства макромира и микромира. И выясняется, что твердое тело не проходит. В планете не проходит. Здесь мы же должны опираться на обыкновенные законы физики. Жидкое не проходит, потому что там натяжение будет поверхностное. А газ проходит. Газ может содержать очень большую энергию и в то же время не обладать почти никакой вязкостью. Понимаете? Значит, газ. А если газ, тогда газовый механик нашел. А вот теперь результаты. Общие методологические результаты. Разработаны методологии определения всех физических инвариентов. Разработаны системные исторические методы определения развития и создания. Подтверждено разработка моделей и расчетов. Единство физических законов на всех уровнях организации материи. Механическая основа всех материальных структур физических инвариантов. Вечность и в среднем неизменно стационарной динамической вселенной. Хотите знать, как устроены вселенные миллиарды лет назад? Посмотрите из окошка. Если хотите знать, как она будет устроена вперед, посмотрите туда же. Там все будет перемещаться, двигаться и так далее. Но в среднем все одно и то же. Дальше. Единство структур элементарных частиц как вихревых винтовых образований. Единство структур и силовых воздействий как градиентов давления эфира, являющихся следствием градиентов скорости, течения и так далее. Параметры эфира в околоземном пространстве. Разработаны, подтверждены расчеты модели. Образование газовых эфирных вихрей и концентрация в них энергии окружающего эфира, чем решена проблема вечности существования. Это единственный природный антиэнтропийный процесс. Антиэнтропийный. Вот что интересно. Так. Значит, структуры стабильных элементарных частиц, протона, нейтрона, найдены, электрона, фотона, с чем решена проблема происхождения их физических параметров, заряда магнитного момента, спинной энергетики. Структуры силовых полей взаимодействий, сильного и слабого ядерного, электромагнитного и гравитационного. Предсказанно подтверждено экспериментально-хемодинамическое взаимодействие. Мы обнаружили 5. Еще одно взаимодействие, которое к этим щитам не сводится. Проверили его экспериментально, там все такое. Структуры атомных ядер и атомов. Соответствие эфиридемических структур атомов положению квантовой механики. Из обыкновенной физики элементарно вылезает вся квантовая механика. Не наоборот. Понимаете? Разработаны модели основных электромагнитных явлений, основных аптечных явлений, основных гравитационных явлений. Наращивание массы и расширение всех небесных тел, включая Землю. Образование нового вещества и природы геопатогенных зон. Ну и наконец экспериментальные результаты по эфирному ветру. Разработаны созданные и опробованные макетные образцы приборов первого порядка. Не второго, а первого порядка. Что сразу повышает их чувствительность на 4-5 порядков. И сейчас в Харькове ведутся работы, продолжают вести работы с 1993 года. Систематический институт, как он называется, физики и электроники. Очень крупный институт. Вот Юрий Михайлович Галаев получает зарплату за то, что он круглосуточно мерит эфирный ветер. Причем изобрел два новых своих прибора. Он их построил, значит ими занимается и продолжает заниматься. И его статьи публикуются на английском языке, так сказать, на Украине же. Еще занимается этим делом профессор Штырков в Казани, но тот со спутниками работает. Значит, по энергетике. Концентрация энергии в газовых вихрах проверены на ящике ВУДА. Об этом отдельный разговор. Сжатие магнитного поля проверено нами в лаборатории. По электродинамике. Влияние внешних полей на наведенную... Минуточку. Да, да, да. Значит... Компенсация магнитного поля в среде при пропускании переменного тока. Влияние на коэффициенты расформации взаимного расположения обмоток. Сжимаемости электрических тока. Взаимодействие проводников внедрено в ГОСТ 189777379. Это я говорил. Продовольное распространение высокочастотных радиоволн в морской воде. Значит, я провел 15 экспедиции на Черное море. Облазил все Черное море. И на частоте 1 МГц в поверхностном слое дал... Не вот так, как обычно идет волна. А вот так. ВЕ вместе. Вот так. На 10 километрах предъявил комиссии. Сам я брал на 20 километров. Но аппаратура была очень сильно недоиспользована. Поэтому я думаю, что, так сказать, турки тоже могли этим делать. По крайней мере, оттуда, я знаю, где у них там база, они поставили однажды мне помеху, которая все заглушила. Вычислили они меня очень быстро. Ну, там американцы, конечно. По химии. Предсказано и экспериментально подтверждено существование хемодинамического воздействия ковалентных химических реакций на предметы, механическое перемещение легких предметов, электрическое увеличение диэлектрической принязаемости изоляторов, химические потери чувствительности фотобумоги. Предложено проведение развития теории катализа. Если найдется желающий... Был такой балладин. Значит, он составил такую достаточно общую теорию катализа. Но эта теория катализа, так сказать, давала сбой. Она не учитывала векторные свойства поверхностей молекул. Векторные свойства поверхностей молекул. Потому что на поверхности эфир может есть щитак, может есть щитак и так далее. Если у вас две подобные формы, вот так, значит, у него другого ничего не было. Значит, вот течет так, они будут отталкиваться. Здесь нет градиента. А если вот так, они будут притягиваться. И это сейчас состояние машины. Это вот такое поле действия, что... Ай-яй. Это там 10 докторских диссертаций. Разработанные методики. Исследования эфирного ветра, исследования продольных электромагнитных волн и ряда электромагнитных явлений. Мы в лаборатории провели эксперименты 15. Простейших. Их всех можно повторить. Обнаружили... В чем это самое... Закон полного тока не точен. Не то, что не первый, он не точен. Причем по взаимоиндукции там получается так, что разница в четыре раза. Не на пять процентов, а в четыре раза. И все экспериментальные точки держатся на кривой эфиродинамике. А не на теоретические расчеты. Понимаете, конечно? Вот. Обнаружение георазводной методики. Исследования эфирного ветра. Исследования продольных волн. Обнаружение геопатогенов. Ну и так далее. Переобразование там. По тестам. И вот теоретические... Самое уточнение. Там всевозможное. Где что написано. Там и так далее. Это я перечислять не буду. Это долго. Вот экспериментальные результаты. Что можно делать? Не окро проводить. По эфирному ветру надо, конечно, вернуться к этому делу. Поглощение эфира землей. Причем мы обнаружили, что ламинарный поток эхранируется любой тонкой шестьянкой. А винтовой эфирный поток от геопатогенной зоны будет пронизывать 10-сантиметровую сталь. Частотные продольные волны. Это я уже говорил. Переменим токи растекания. Понимаете такая история? Что совершенно недооценивается. Потому что американцы имеют две отличные географические точки. Где с помощью низкочастотных колебаний до килогерца. Можно снабжать, так сказать, информацией все подводные лодки мира. Если они этого не сделают. Ну, большие дураки. Но я думаю, что они не дураки. И боюсь, что они это сделали. Но, так сказать, не раскрывают нам свои хозяйства. Одна находится в Синопе. База. Я целыхватываю Черное море. А вторая в этом самом канале Панамском. Потому что материки вырубают всю ближнюю зону. Мне не надо тратиться. И все сразу уходит по всем морям и океанам. И даже мощности больше не нужно. Ну, вот примерно то, что я хотел сказать. Таким образом, матерический подход. Да, а вот технологии подготовлены к разработке гнеогр. Прослушивание моря на разных частотах. Эфирно-динамический силовой модуль. Можно подумать. Эфирно-динамический генератор электроэнергии. Лазерный измеритель скорости потоков эфира. Это уже созрело для того, что, значит, можно это дело уже переводить в промышленность. Ну, вот. Ну, вот. Поэтому, матерический подход. Общая задача естественного знания. Ревизия естественного знания. Отделение. Ну, я уже говорил. Пересмотрение концепций с учетом эфиродинамики. Применение конкретных исследовательных положений эфиродинамики. И задача на ближайшую перспективу. Ну, я уже об этом говорил. Поэтому, первое, что я хочу рекомендовать, уважаемые товарищи. Познакомиться со всем этим делом. Все есть в интернете. Все написано в книгах, но книг осталось всего немного. Вот мы нашли новую форму. Значит, вот эти самые диски. На которых специально написано, что разрешается копировать, размножать и распространять без ограничения за моей подписью. Поэтому все желающие могут это делать. Но, самое главное, будете использовать, не будете, познакомиться хотя бы для общего подхода. Потому что я вижу задачу так. Создан фундамент, и теперь его надо использовать во всех направлениях, в геологии, в космологии, в чем угодно, в медицине. Потому что это даст возможность в этих областях какое-то понимание новое. Это полезно. Это нужно делать. Это неизбежно. Мы не знаем, как устроена аура. Она существует. Мы не знаем, почему кирлян, вот все эти самые цветочки, ну и так далее. У меня все. Время, конечно, заняло, но интересно. Так, регулируйте. Пожалуйста. У вас эфир получается такой, значит, подобный газу. Да. Какая-то область эфира, при движении, скажем, Земли по орбите вокруг Солнца, она через этот газ, как бы в штиле, он в собственной инерциальной стиле находится в штиле. А Земля проходит по нему и получает встречный ветер. Да. Да. Вместе с Солнцем, соответственно, движение вокруг галактики получается встречным ветерем. Вот видите, какая-то история. Опять, вы опираетесь на весьма частичное представление об общей картине и повторяете то, что, так сказать, говорил Лоринс. Что мы находимся в неподвижном эфире, а потом окажется, что ветер дует, во-первых, не в плоскости эклиптики, а как раз перпендикулярно ей. Это Миллин уже обнаружил. Понимаете? Это совершенно не укладывается в вашу, так сказать, модель. Я спрашиваю у вас. Я еще раз говорю, что то, что вы сказали как предположение, и в нем содержится утверждение, оно, к сожалению, не так. Потому что эфирный ветер дует на нас, как уставе Миллер, Дейтон Кларенс Миллер, Калифорнийская школа преподавательной науки, Кейсовская. Кейс – это основатель. Обнаружил, что эфирный поток идет на нас со стороны звезды Дзета, со звезды Дракона. Значит, упирается в землю. Здесь создается дополнительное давление. В результате еще материки сюда не заходят. Затем огибает землю. Значит, это самое. И здесь давление падает. Материки и вода пошли сюда. Отсюда сразу геоид. Затем он отрывается. В этом месте отрывы, как написано у Шлифтинга по крыльчинской. Образуется кольцевой вихрь. И зимой это ревущие сороковые. Значит, все время там повышенное давление. Пониженная температура от градусов на сорок. Это все является следствием этого дела. И там все время идет снег. Понимаете, растет ледовое, это самое. Садится, рассекается, айсберги там. Ну и так далее. А с литром галактики никак не связано? Связано. Как не связано? Связано. У меня отдельная книга. Эфиродинамические основы. Космология и космогония. Значит, я ее подарил кому, кто-то здесь выступал. Ну, отдал и все. Так, регулируйте. У меня три ревлики, собственно. Во-первых, насчет антиэнтрофийного эффекта. Я в субботу буду доказывать несостоятельность второго начала термодинамики. И поэтому смысла в этом нет. Ну, второе. Насчет теории относительности. Я считаю, что нельзя выплескивать водой ребенка. То есть, сначала нужно доказать несостоятельность, а потом отказаться. Я это буду тоже делать в субботу. Это делается на здоровье? Секундочку, секундочку. Нельзя. Что я считаю? А вы можете считать по-другому. Значит, отказываться просто так нельзя. Ну и третье. А что значит просто так? Как можно... Понимаете, вы вступили в дерьмо, извините. А если вы будете думать об образовании того, что надо... Я должен доказать, что это дерьмо. А уже доказано давно. Теперь следующее. Ну давай следующее. Последнее. Вы, по-моему, как философ, путаете несколько идеализм с иде... Я не философ, поэтому могу путать. А, поэтому. Все ясно. То есть, вы говорите об идеализации, а утверждаете, что это идеализм. Мне это, ну, не совсем понятно. Я понимаю. Давайте говорить так. Идеализация, и я все... И я замолчал сразу. Ладно? Нет, я говорю об идеализме. А не об идеализации. Идеализм означает, что вы свою придумку, постулат, вы даете за истину. Вот что такое идеализм. Идеализм подразумевает первичность сознания. А вот один есть первичное сознание. Это совсем другое. Ну ладно, я думаю так. Я с вами спорить не буду. Вам, как философу, убедить. Пожалуйста. Короткий вопрос. В одном вопросе было указано. Ваш механизм наращивания массы Земли. Можете сказать? Да. Конечно, могу. Дело в следующем. Что все вещество, которое становится, так сказать, является вихремем эфира в том или ином виде, как любые вихри, всегда более холодные относительно среды, которая есть в том. Воздоконаборники у самолетов оледеневают. Плоскости оледеневают. Надо специально спиртом это дело смывать. Что всячески приветствует такие падения. Да. Вот, понимаете? Да. Значит, это самое, короче говоря, явление имеет место. И оно было в обыкновенном гаде. Вот самолет на верху, свет на верху. Почему? А потому что там пониженная температура и, так сказать, выпадает туман там и так далее. То же самое и с Землей. Значит, Земля, как на эфиродинамическом органе, имеет пониженную температуру эфирного. И поэтому здесь давление меньше, чем вот здесь. И когда я посчитал, что оказывается, когда эфир движется к Земле, он не претерпевает адиаботических изменений, это означает, что он падает из бесконечности сюда, как твердое тело. А у твердого тела скорость одна, вторая космическая. А тянет его любой протон, который находится в тени Земли. Вот, опираясь на это дело и зная, я считаю, с неплохой точностью, плотность эфира в околоземном пространстве, элементарно подсчитывается ежесекундное превращение массы. Значит, в Мельбурге, по-моему, в Австралии, прошло пять конгрессов мне известных. Я потом перестал следить. Расширение Земли. Вошла книжка Кэрри, расширяющая Земля. У нас занимается Блинов такой, Виталий Филиппович, в Киеве. Тоже очень большие работы проделал по расширению Земли. У нас расчеты расходятся, ну, порядки у всех одни и те же. Но, так сказать, по мелочам там есть расхожения. Ну, как обычно, не полагается. Иначе всегда. Вот. Поэтому Земля расширяется. Значит, она была маленьким шариком, на котором образовалась скорка. А потом объем расширяется пропорционной кубы, до этого самого. А площадь только квадратов. Площадь не хватает. Значит, она раскололась. И вот если собрать все... Тут был доклад международными землями. Это вы докладали? Нет, я слушал его. Да. Нет, то, что вы меня слушаете, я понял. Значит, это самое. То есть, короче говоря, если собрать все старые донные, это самое, породы донные, и вообще вот все это хореста, и сложить вместе, образуется маленький шарик. Понимаете? Значит, что-то одна треть от нынешнего, и она с тех пор растет, растет и будет расти до тех пор, пока она в сушите. Нет. Теперь у Солнца есть такой интересный параллель. А Солнце растет и... А? Солнце иногда тоже растет. Все... Вот это стол растет. Понимаете? Да. И масса растет. И масса растет. Понимаете? Но только, понимаете, постоянное время, там что-то я уж не помню. Там что-то такое... Ну, какое-то количество миллиардов лет. Понимаете? Да. Значит, когда пройдет, встретимся и обсудим это. Через три миллиарда лет удвоения. Да, да, да. И... А Солнце... Извините, пожалуйста, я вам хочу добавить. Значит, у Солнца есть парадокс. Если вот эти водороды гелевые реакции, это и есть суть энергии, то тогда все должно было закончиться на первых ста миллионах лет. Оно продолжает светить и приводит ему на все заключения. Но когда мы видим, что оно поглощает эфир, а эфир в Солнце нет, температуру намного порядков ниже, чем здесь, вот он поступает более нагретый туда и будет поступать. И никаким продуктом. Генератором является Солнце. Генератором чего? Эфира. Чего? Эфира. Наоборот, он поглощает. 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 Поглощает, я понял. Товарищи дорогие, я придашу извинения. Все это дело есть, но у меня стоит, видите, Наташей. Спасибо. Спасибо. Если хотите, мы можем обсудить это дело на трудностях. Владимир Акинович, поскольку вы являетесь сторонником теории эфирного ветра, встает вопрос. Какие в связи с этим могут появиться новые виды сил, путаясь с энергией? Вот то, что сейчас называют темной энергией, это просто говорит о том, что да, они есть, но просто человек станет темной. Темная энергия говорит о том, что там темно, ничего не видно. Это нет. Это один вопрос. Я хотел бы вам сделать такие замечания. Вы говорите о теории... Нет, подождите. Вы мне задали вопрос на счет энергии? Да. Я задал. Давайте я отвечу, а потом комментарий. Я сразу вам выдам замечание, но вы будете говорить об этом. Вы говорите против Кузырева. У Кузырева нет разрыва между причиной и средствами. Так, подождите. Я сказал, что у меня память плохая. Я могу отвечать только по одному вопросу. А, по одному? Хорошо. Тогда какие, по вашим представлениям, могут появиться новые виды сил? Они же энергии. Это синоним энергии. Так вот докладываю, что мы с вами совсем недавно говорили, что нет энергии не от Солнца. Потом начали говорить, что нет энергии не от ядерных сил. Сегодня мы будем утверждать, что нет энергии не из эфира. Потому что все остальные энергии, это производные от него. Но там несколько ступеней и так далее. Эфир обладает энергией удельной более 10 в 36 степени жоли на кубический метр. И если бы мы, как Тесло пытался это сделать, освоили энергию одного кубомического метра, то учитывали, что потребление энергии всем человечеством в год составляет 10 в 22 степени жоли в год. И нам энергия одного кубометра эфира хватила бы всему человечеству на миллиарды лет. Понимаете? Конечно, что бы я сказал. Значит, Тесла все это прекрасно. Но, значит, у него были свои представления об использовании, о том, на коммуне Первой мировой войны. Он вообще все поломал, потому что понимал, что может быть. Но сегодня ситуация изменилась, потому что мы уже, вот понимаете, Америка нас может уничтожить ядерным оружием 37 раз. А мы, Америку, только 25 раз. Поэтому, поскольку одного раза всем достаточно, то уже бояться появления новых видов оружия, по-моему, бессмысленно. А нам надо решать наши проблемы. Где брать энергию? Где брать пресную воду? Как накормить человечество и так далее, и так далее. А у нас все под носом лежит. Вот здесь, здесь есть не только воду, но и зимы. Вот прямо в этой аудитории. Понимаете? Поэтому, значит, надо двигаться дальше. Потому что решение войны решается не в виде развития производительных сил, а в производных отношениях. Вот Америка вылезет из мировых держав. Просто это полегче уже. Ну, что ж легче. Китай там вылезет на первое место. Ну, понимаете, у них пока… А какие ваши предложения? Затормозите? Еще второе. Вы говорили о том, что Козырев якобы у него там ошибка. У него единственное в чем, что причина всегда предшествует следствию. Правильно. Не разрыв, а предшествует. А вы знаете, что такое скорость в течение времени? Вы осмотрели его причинный механизм? Ну, это там… Дядя, дядя, дядя. Прошу, почему? Понимаете? Ну, это там. Что такое «ну, это там»? Написано? Написано. Скорость в течение времени? Времени 16 метров в секунду по Козыреву. А теперь вы говорите, нет, в этом он ошибся и все остальное право. Он изначально не прав. Причины механика Козырева. Вот такая книга. Да тоненькая. Сейчас попробую. Так, пожалуйста. Слушайте, я не слышу голдеж. Стул почему растет? Чего? А очень просто. Потому что стул состоит из протонов. Это механические движения, температура которых ниже принципиальных. Как у всех окружающего эфира. И поэтому стул тоже поглощает эфир. Тоже поглощает. Потому что здесь давление больше, тут давление меньше. И поэтому он тоже поглощает. Но только постоянное время великовато. Да еще дополнительный вопрос. Почему у вас? Вот посмотрите. У меня лет назад тоже самое. В среднем. Вперед тоже самое. Должно увеличивать. Так, я предлагаю, поскольку переклик на большие расстояния. Общее количество движения в движении сохраняется. Так, ясно. Вы говорите. Ну вот посмотрите аннотации хотя бы. Так, я свободен? Все, освобождаем. Освобождаем. Спасибо за то, что про провода рассказали. Это было интересно очень. Я как электрик полностью согласен.